здравствуйте друзья мои с вами садридин в этом выпуске я сегодня хочу протестировать краски вот есть такой базовый набор красок дэниел смит эссенциал 6 цветов здесь и грунт titanium white для исправления необходимых мест закрашивания именно watercolors следующая краска тоже у меня компании дэнин смит это краска набор набор примлотек это гранулирующиеся краски которые при нанесении на бумагу собираются в гранулы это очень меня увлекает поэтому я взял два вида красок дэниел смит базовый набор и набор приматек хочу я их сегодня смешать и посмотреть какие еще дополнительные цвета получается при смешивании конечно я не буду наносить очень густую смесь а сделаю более такой легкие смеси сделаю смешивать и посмотрим какой у меня получится это очень необходимо художнику чтобы незнакомые краски они для меня пока не знакомые незнакомые краски как ведут себя присмешиваем какие можно получать цвета если хорошо вы знаете какие можно получать цвета то у вас всегда краска картины будут яркие красивые полиции у меня есть 12 цветов красок но то что вот видно в этих клетках они говорят конечно что там находится какой цвет краски находится но когда наносите на бумагу не всегда именно получается совершенно такой цвет и поэтому необходим такой тест для на смешивания красок чем я и буду сегодня заниматься оставайтесь со мной для раскраски использую синтетическую кисть заправляемую водой это очень удобно работая ними они очень быстро очищаются с одной краски когда прямо смываешь он быстро очищается и так буду смешивать я уже сказал краски даниил смит набор и сентеал с набором приматек 6 цветов поэтому сейчас начнем с сентеал теперь сюда я размещу набор приматек а 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 по вертикальной линии я разместил а а а о а а а к е а по до линии а Я буду вот таким образом их смешивать и потом сделаем соответствующие выводы. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, друзья мои, я закончил раскраску. Смешал, как говорится, два набора. Разные цвета. Как видите, я получил отличные цвета. Но их тональность можно менять, увеличивая то в одну, то в другую сторону. Количество красок. Я здесь просто маленькие капельки смешивал. И поэтому у меня более такие тона светлые получились. Набор красок прямоток в основном прозрачный. И полупрозрачный, это очень светлые тона. Теперь я вам хочу показать тестирование на промывание. Вот как я промываю краску. Высветляю. Некоторые очень стойкие цвета получаются, не вымываются. Некоторые смеси вымываются. Некоторые смеси вымываются. Вот, друзья, смотрите, я здесь сейчас делал высветление смесей. Некоторые очень хорошо впитались в бумагу, не высветляются. Некоторые, как вы видите, хорошо высветляются. Это может зависеть от краски, может зависеть от бумаги. Резюмируя, хочу отметить, что в общем выкраска получилась такая светлая, нежная. из-за того, что краски группы Примотек, они в основном прозрачные и полупрозрачные. Я наносил не слишком густую смесь. После высветления видно, что грануляция на высветленных участках тоже осталась. Все смеси имеют ярко выраженную грануляцию и получились цвета такие красивые, бархатистые. Самые ярко выраженные виды грануляции у краски Аметист, Майан Блу, Джадайт и при смешивании с Фталоблу и Френч Ультрамарин. Также с краской Куэна Коридон Рос. Даже при высветлении грануляция остается. В общем, мне понравился весь процесс, которым я занимался сегодня и полученные результаты. Подэтаживая, я хочу сказать, что гранулирующие цвета группы Примотек при смешивании с обыкновенными цветами краски Даниэл Смит, грануляция переходит на смеси. Все смеси получаются гранулирующимися. Это будет очень кстати при подборе цветов, при написании пейзажей. Допустим, я бы хотел всегда гранулирующие оттенки иметь на камнях, на небе. Ну и каждый, конечно, выбирает себе то, что ему нравится. Какие места делать гранулирующими и какие нет. Наверное, на этом я буду заканчивать. Если вам видео понравилось, ставьте пальцы вверх. Если не понравилось, ставьте вниз. В любом случае, я буду рад, что вы выразили свое отношение к моему видео. Напишите комментарии. Выскажите свои мнения. Пусть это будут положительные ваши мнения или отрицательные. Критика. Я в любом случае это правильно восприниму. И сделаю соответствующие выборы, чтобы дальнейшие мои видео были лучше, чем это. Итак, до свидания, друзья мои. Пока-пока. С вами был Садрегин. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!